Эфир седьмого телеканала продолжает лайв-студия. Для вас работают Сергей Бандур и Ольга Голодова. В этом блоке эфиров говорим о геополитике, митинге в Кемерово и отсылке российских дипломатов. Что изменится в политике РФ? Так звучит тема эфира. В гостях у нас политический эксперт Ярослав Католик и политолог Сергей Васильев. Ну а начинаем с новостей из Киева. Сьогодні в Киев прибула еврокомиссар из внутреннего рынка промисловости, предпринимательской деятельности и маленьких и средних предпринимателей Ельжбета Баньковская. Вона провела встречи с премьером, урядовцами и представителями бизнес-организаций. Про что шлося на встречах и как еврокомиссар оценила процесс проведения реформ у галузи промисловости, детали расповесить наш киевский корреспондент Богдан Красавцев. Богдан, то без слова витаю. Сейчас нам готовят это включение. Богдан уже на связи. Скоро увидим. Голосование. У нас есть интерактив, который будет актуален в течение всего нашего последующего эфира. Предлагаем вам ответить на вопрос следующий. Как изменит трагедия в Кемерово отношение россиян к действующей власти? Как всегда, два варианта ответов. Либо ухудшит, либо улучшит. Голосовка будет актуальна сразу после того, как мы начнем общение с нашими гостями в студии. А прямо сейчас наш киевский корреспондент Богдан Красавцев с нами на прямой связи. Украина та Європейский Союз працюють над тем, аби пришвидшити економічне зростання нашої країни, щоб вийти на анонсовані раніше прем'єром Володимиром Гройсманом ріст ВВП 5-7% щорічно. Сьогоднішній візит Єврокомісара Ельжбети Беньковської засвідчує те, що Брюссель надалі допомагатиме Києву у втіленні реформ економічного характеру. І далі пропонує послухати міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубєва. Цей діалог допомагає українським промисловцям легше виходити на ринки, формувати політику, концепцію, формувати нашу продукцію і війний ринок, який абсолютно є конкуренний і він має важливий сегмент на європейському ринку країн-партнерів. Єврокомісар Ельжбета Беньковська сказала, що в Україні помітний прогрес економічних реформ і додала, що Україна надалі залишається партнером Брюсселя. Це означає підтримку Євросоюзом ключових програм для розвитку малого та середнього бізнесу нашого та участь у програмі «Горизонт-2020». Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що сьогоднішня зустріч формуватиме можливості для залучення українських підприємств в європейські ланцюги, доданої вартості та загальноєвропейську промислову стратегію. І наостанок зазначу, що уряд надалі посилюватиме захист бізнесу, полегшуватиме умови ведення бізнесу та підприємництва, досягатиме високих позицій в рейтингу світового банку «Дуїнг-бізнес» і підтримуватиме децентралізацію влади, що позитивно позначиться на роботі регіональних бізнес-структур. Дякую за тебе. Наш Богдан Красавцев прямо із Києва сообщив нам інтересні новини. Ми переходимо к общению з нашими гостями. Напоминаю, говоримо о геополиті, митингу в Кемерово, і що може змінитися в політиці Росії після трагедії, і як повлияє ситуація з отсилкою дипломатів з ряда європейських країн. Напоминаю, що ви можете присоединиться к нашому ефіру послідством онлайн-голосування. Як змінить трагедія в Кемерово отношення росіян к власі? Ухудшить или нічого не поменять? Два варианта ответів. Голосуйте. Що ви думаєте по этому мнению? Ухудшиться отношення или никак не змінитися? Я думаю, що ситуація і відношення росіян к власі особо не поменяється, тому що буде розіграно стандартна карта, що царь хороший, це бояре плохі. Якщо говорити о послідствіях, то да, може зашататися кресло під губернатором області, його можуть демонстративно сняти, поскольку він не обеспечив безпецість в своєму регіоні. Але ми розуміємо, що це буде просто політичний ход для того, щоб відвести відсювання. Кого-то треба, його накажуть. Хоча, по большому счету, понятно, що не губернатор підписував акт введення в експлуатацию всього здання, проверки пожарної безпецісті і т.д. Хорошо, Ярославна губернатора назначає царь, як ви сформулировали. І вот касательно царь, є сообщення на одному з российських ресурсів. Утром 27 марта жители Кемерово вышли на стихійний митинг к зданию областной администрації за пожаром ТЦ «Зимня вишня». По офіційним данам, пока числится 64 погибших. Ми к этой цифре ще вернемся. Отдельно поговоримо про це. Граждане потребовали от власти рассказати правду о пожаре і требовали відставки нынешнього руководства області. Довольно жестко на самом деле. Довольно, як написали здесь, що приймало участь около 300 людей. Однако, появилось много видео в Ютубе, де видно, що количество участників митинга значительно більше. Я предлагаю посмотреть небольшой фрагмент видео с самого митинга і услышати основні тезиси і лозунги, які на ньому звучали. Довольно. 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 Затронем тему информационных вбросов. По официальным данным погибло во время трагедии 64 человека. На митинге, который проходил под стенами администрации, прозвучала цифра около 300 человек. Но уже появилась информация о том, что это был вброс, что это дело рук так называемых пранкеров, любителей телефонных розыгрышей, довольно жестоких. Вот что написала журналистка Валерия Ивашкина на своей странице в Facebook. Фейк о 300 погибших запустил пранкер из Черкасс Евгений Вольнов. Он позвонил в Кемеровский морг, представился майором МЧС и сказал, чтобы готовили 300 посадочных мест для трупов зимней вишни. Подобное проявление можно назвать каким-то элементом информационной борьбы? Можно оправдать каким-то противостоянием, которое есть между Украиной и РФ? Можно это как-то оправдать, по вашему мнению? В данном случае скорее нет. Сегодняшние технологии позволяют и провоцируют людей стать знаменитым хотя бы на 15 минут. Действия пранкера, если это было так действительно, то никакой другой мотивации скорее всего не имеют. К тому же он вырос наполовину в виртуальной реальности, наполовину в нынешней. Это своеобразное сознательное сознание у людей, своеобразный тип мышления. Поэтому многие из них готовы на что угодно, в том числе и... Вообще говоря, это очень уголовно наказуемое деяние, если это так. Если его поймают, конечно, за такие вещи. Если это действительно все так. Цифры, точные цифры погибших... Обратите внимание, когда случился теракт давно на Дубровке, в музыкальном центре. Точные цифры до сих пор манкируют. Их всячески пытались скрывать, слов погибших. А также пытались скрывать, как они погибли. Погибли в основном от применения газа своими же во время атаки. Неумение, неумелое использование, скажем так, избыточной концентрации раздражающего газа, который должен был не убить, а просто выключить людей. То есть неправильное действие во время спецоперации. Хорошо. Это было... Здесь просматриваются такие же очень неграмотные преступные халатны со стороны пожарных. Если правильно рассказывают, видели матери погибших детей, как действовали пожарные, которые не вскрывали почему-то запертые залы, где были женщины с детьми закрыты. Если это все так, расследование, скорее, будет проведено, но вряд ли, мне кажется, судя по предыдущему опыту, вряд ли кто-то когда-то в ближайший исторический период узнает правду таковой, каковой она была. Наоборот, будут сбросы уже со стороны средств массовой информации СМИ по указке сверху. Будут сбросы со стороны министерств заинтересованных в этом, в том, чтобы запутать картину и замылить, раздиверсифицировать ответственность, скажем так. Чтобы непонятно было, кто виноват, почему. То есть только для этого. Казалось бы, страшнее, правда, уже не будет. Столько жертв, такой резонанс, который не только в самой России, но и в окружающих странах. Казалось бы, какие последствия могут быть хуже? В чем смысл сокрытия правды? Сегодня я отсматривал материалы, вышел частный материал, с камерой внутреннего наблюдения в центре. Сакцентировали на молодого человека, который зашел с сумкой в зал, вынул что-то из сумки, бросил и тут же спешно удалился. Ничего другого, кроме как банальный вид борьбы, конкурентной борьбы, нечистоплотной. То есть поджечь чей-то, сгорел забор гори и хата, поджечь чей-то центр, для того, чтобы там утвердить свой какой-то такой же примерно объект. Учитывая, что строятся нынешние здания с массой нарушений, и строятся из легко горючих материалов тоже с массой нарушений, строятся таким образом, что они даже и без поджога иногда, грубо говоря, техногенные катастрофы провоцируют. В Москве был таким образом, упала крыша, на бассейн с детьми упала крыша в аквапарке. Трагедия в аквапарке. Но мы все-таки перешли действительно к причинам трагедии, к разбирательствам. А вот последствия, давайте все-таки затронем, какие последствия могут быть для власти, как региональной, так и централизованной в РФ. Я вот предлагаю посмотреть фрагмент все-таки митинга, увидеть, какие основные тезисы на нем звучали. Наказать троих-четверых людей. А мое мнение, виноват и все правительство, которое... Все верно! Ты все верно! Это ситуация, что пожарных расчетов не хватило, вертолетов не хватило. Нам в самой богатой стране. А почему? А вы можете мне ответить, почему? Я вам ответить, почему-то. Денег нет, мы выдержали. Вот мы, кстати, видели мужчину, у которого погибла вся семья, по его словам. Тоже поведение его вызывает очень много вопросов. Станет ли человек, у которого случилось такое горе, так себя вести? Вот, ну, он выглядит очень адекватным. Да, возможно, будет так вести, потому что он понимает, как и мы в этой студии, что, по большому счету, никто ответственности за это произошедшее не понесет. И в ситуации, когда он понимает, что хуже уже точно не будет, возможно, человек идет на такие крайние меры и пытается каким-то образом привлечь внимание общественности к этой проблеме в надежде, что, возможно, оно хоть как-то поможет. Но, как мы понимаем, вероятность не очень высока. Да, ну и, конечно же, можно и сомневаться в том, что этот человек, ну, правда ли он родители и тех детей, которые погибли, как он говорит. Потому что в таких ситуациях могут быть и провокаторы. Но в данной ситуации, мне кажется, что, скорее всего, мы видим настоящего родителя, который просто таким образом пытается выместить свою боль. Хорошо, Ярослав, но, опять же, это частности. Вот в общем тезисы и посылы митинга ясны, губернатор должен уйти, и какие-то идут нарекания на централизованную власть, что, в принципе, уже довольно смело для РФ. Будет ли какая-то политическая ответственность, так называемая, с учетом того, что буквально только что прошли очередные выборы вождя государства? И Россия готовится к чемпионату опять? Возможно ли хоть какая-то ответственность, возможно ли какое-то изменение? Нет, никаких изменений невозможно, потому что это будет противоречить самой сути российского государства, вот такого вот авторитарного, жесткого. Да, возможно, мы уже говорили о том, что могут выбить губернатора из этого кресла, возможно, какие-то пару МЧСников понесут наказание, их уволят максимум, вместо них придут другие. Все. То есть мы говорить о том, что толпа начнет диктовать свои условия Кремлю, ну это уже сверх меры, это уже наши буйные фантазии, к сожалению, мы такого не увидим. Более того, мы можем увидеть, как российская машина государственная уже пытается зачистить эту территорию, потому что родителям погибших детей их обязывают подписывать так называемые соглашения о неразглашении данных, хотя что тут можно неразглашать, непонятно, но тем не менее, как бы, и идет такой посыл, что если вы не подпишете, вы компенсации за потерю свою, вы ничего не получите. Поэтому подписывайте и как бы не выделывайтесь. Это раз. Во-вторых, мы знаем, что в российском обществе СМИ подчинены государству, практически все, соответственно, будут вбросы, о которых говорил мой коллега, будут всячески пытаться эту ситуацию вывести на какой-то другой уровень. Мы уже видели определенные заявления о том, что якобы разыскивается украинец, который подозревается в умышленном поджоге. Вот интересно, как они по камере наблюдения смогли определить, что это украинец. Но вот в СМИ пошел уже этот, как всегда, стандартный украинский след и так далее. Поэтому тему будут пытаться заболтать. Министерство будет пытаться перекинуть мяч от друг друга, чтобы как-то уйти от ответственности. В итоге, по большому счету, ответственность будет размазана. Все родители получат компенсацию из бюджета, и на этом как бы дело остановится, по моему мнению. А какова вероятность, по вашему мнению, народных волнений, какого-то продолжения их? И, скажем так, усиления реакции народа. Я в это не верю, потому что... Ну, давайте посмотрим ретроспективно. Уже не в первый раз ситуации, в которой российские власти, откровенно говоря, недорабатывают. Это приводит к жертвам среди мирного населения. Норд-Ост. Правильно говорилось о том, что очень многие погибают именно от газа, от неумелых действий спецслужб. Ну, там можно было обосновать борьбу, и там был наглядный враг. Затонула подлодка Курск, вышли вдовы моряков, подводников, которые требовали от власти тоже ответа. Путин тогда сказал, что это не жены, это вообще нанятые какие-то люди, которые пытаются создавать картинку. То есть не в первый раз власть демонстративно пытается плевать на свое население, демонстративно пытается представить их в виде каких-то провокаторов. и таким образом тоже снять накал страстей. И само общество, к сожалению, не готово к активным действиям. Они не готовы менять ту ситуацию, которая у них сложилась. Мы можем вспомнить, недавно тоже были протесты дальнобойщиков, которые объединили в большей или меньшей мере всех сотрудников этой сферы. Они, между собой, пытались координироваться, но все остальные свои населения не присоединились. Поэтому вот как-то российское общество очень разобщено. И надеяться на то, что вдруг возымеет какое-то действие массовый объединительный эффект, призыв, что власти должны отвечать за свои действия и так далее, я думаю, что говорить об этом в нынешних условиях все-таки преждевременно. Сергей, ваше мнение какое? Ну, в приличной стране такое приводит как минимум к отставке части правительства или полном составе его. В Испании, сколько-то лет назад, случился теракт серьезный на железных дорогах. Испанцы коллективно выразили свое отношение к правительству, правительство ушло в отставку. Потом аналогично вдруг в Японии, например, премьер-министр публично долго извинялся перед всей нацией за то, что мороженое, которое 20 лет никак не дорожало, вдруг подорожало на 8 центов. Причем он извинялся с очень огорченным видом, за ним стоял весь кабинет министров тоже с очень огорченным видом. Ну, хорошо, хоть не прашивали их и ракири не делать. Вот, поэтому это в стране, где правительство служит своему народу. То есть правильное государство — это когда лучшие люди страны и общества служат всей стране и обществу. При этом они учатся этому делу всю свою жизнь, и только к концу ее возглавляют ее. В неправильной стране государство может превратиться со временем просто в консорциум преступных организаций, стать крупнейшим в мире коллективным преступником. Неподалеку от нас тоже есть такое государство, я слышал. Там развиваются события всегда по-другому. Да, СМИ-то подавлены, естественно. Любые все СМИ — это инструмент воздействия на массы. Это известно было на заре зарождения всяких СМИ. И даже до того, как появились средства массовой информации, информационная война — всегда самый правильный, эффективный вид войны. Когда-то был такой царь воинственный, Александр Македонский, который завоевывал очередное царство, разбивая очередную армию, и тут же, чтобы не оставлять в тылу за собой врагов, вызывал царей, руководителей этого царства, и дарил им его обратно. Таким образом, он быстро создал свою огромную империю. Но Александр переписывался все время с Аристотелем, поэтому действовал исключительно, был такой вот большой умница. Нынешние руководствуются только интересами служения, крупным деньгам и наживе. Больше ничему. Никаких мотиваций у государственных руководителей, большинства. Конечно, не все 100%, а где-то 99 хотя бы. Нет, они будут служить этому до тех пор, пока либо своих не уберут, либо чужие. Народ в таком случае давно уже как бы массовое сознание модифицировано. Оно находится уже десятки лет в такой плотной опеке, стихийно, я бы сказал, выработанных своих технологий. В каждой своей своей национально-психологической портрет и воздействие на массовое сознание, подсознание и поведение вырабатываются целые свои технологии местные. На них не жалеют денег, на них не жалеют отличных, хорошо оплачиваемых пропагандистов, аппаратуры, каналов, средств. Вот там идет дело к тому, что могут, например, рестрикцию, как это по-русски, ограничение доступа к интернету могут сделать, по примеру, Китая. Там вполне может такое быть. Вот это вот одно из возможных последствий. Здесь такая рестрикция, я слышал, что какие-то сети запретили когда-то. Хорошо, в внутренней политике ничего не поменяется. Это внутренние дела, которые удастся замять. Еще одно событие, которое, опять же, связано с РФ и ее взаимоотношениями с другими странами. Инфоповод отравления бывшего резидента. 14 стран Евросоюза вышлют российских дипломатов из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери. На данный момент известно, что среди таких стран Германия, Италия, Франция, Литва, Польша, Нидерланды, Дания, Литва и Эстония. В этом списке есть и Украина. Я предлагаю подслушать мнение Петра Порошенко. Покажите нам, пожалуйста. И уверен, что выборение с территории Украины 13 российских дипломатов уменьшит нашу безопасность. Послабит усилия пятой колонии с дестабилизацией внутренней ситуации в Украине. Наши дипломатические отношения с Россией де-факто заморожены. Давно нема послев, и дипломатичная присутность приведена почти до нуля того критичного минимума, который позволяет бать про наших граждан-заручников в Российской Федерации. Мы продолжаем координовать усилия с западными союзниками и партнерами о подальшем усилении тиска на российского агрессора. Вот такой вот очередной шпионский скандал, который затронул РФ. Кстати, эта игра в дипломатию касается и Одессы. Вот что пишет одно из интернет-изданий. Министерство иностранных дел Украины направило ноту в посольство Российской Федерации в Киеве, в которой объявило дипломатов, работающих в российских загранпредставительствах в столице, Одессе, Львове и Харькове персонами Нон-Грата. То есть из Одессы тоже российских дипломатов выдворят, которые у нас прикомандированы. Эта ситуация как-то изменит наши политические взаимоотношения с Российской Федерацией? Украины и Россия. Начнем с Украины и России. Нет, по большому счету нет. У нас уже и так все контакты были сведены к минимуму, или, как сказал Петр Алексеевич, были заморожены. О каком-то дипломатическом взаимоотношениях серьезных говорить не приходится. Да, по минимальным каким-то вещам все равно происходит координация, коммуникация, но я думаю, что в данной ситуации Петр Порошенко просто воспользуется ситуацией и под шумок просто решил сделать красивую игру. И многих дипломатов, которые и так у нас практически особо не работали, просто красивым жестом якобы поддержать Европу, ну и заодно, как бы раз они все равно ничего практически не делают, депортировать их из страны. Поэтому просто конъюнктура, просто попытка как-то адаптироваться к ситуации и сделать какой-то красивый ход. Хорошо, 14 стран ЕС высылают разное количество дипломатов российских. Это как-то повлияет или это всего лишь тоже показательное действие, то есть люди обозначили, что они пытаются воздействовать как-то на своего оппонента? Я думаю, повлияет, потому что это на самом деле, мы должны понимать, это большой провал российской внешней дипломатии, поскольку их действия, я не знаю, обдуманы, не обдуманы, мне тяжело судить, но тем не менее они совершили преступление, причем дерзкое преступление, с запрещенным химическим веществом на территории страны Европейского Союза, и, соответственно, Европа пытается всячески вот этот вот имиджевый урон, который им был нанесен, как-то компенсировать. В том числе и вспоминая права человека, что это их подданный был, это уже был гражданин Великобритании, его дочь, которая тоже гражданка Великобритании, поэтому и пришла такая мера, как и определенная гуманизация политики, что вот такое неприемлемо и необходимо Россию наказать. И отправка послов на родину, это является жестким, достаточно жестким шагом, и, безусловно, отношения будут ухудшаться. Кроме того, мы даже не должны забывать о том, что сама Россия, она может и имеет право на ответные действия, и вот это уже будет интересно, как Россия себя поведет, потому что точно так же она может выслать с территории Российской Федерации наших послов, европейских послов, но это приведет еще больше конфронтаций. Вот кем будет их шаг, вот это будет уже интересно. Ну, ответные действия уже были предприняты. Насколько я знаю, было два десятка британских дипломатов, объявленных в России, персоной Нонграда. Но, опять же, это же не первый шпионский скандал, который между РФ и Великобританией. То же дело Литвиненко. Опять же, было много громких заявлений, были политические ноты, но, тем не менее, потом как-то опять это нивелировалось, отношения между двумя странами возобновились. Сейчас, вот какое может быть дальнейшее развитие этой ситуации, по вашему мнению? Ну, ситуация наслоилась на предыдущие. Там, кроме Литвиненко, было громкое дело, приличное число лет назад, убийство Георгия Маркова, писателя-диссидента, который был убит отравленным зонтиком. Все сразу же связали, кто это мог сделать и как, и откуда взялось-таки спецсредство. Ну, и тогда был серьезный очередной виток холодной войны. Это был повод для ее усиления. Но тогда была немножко другая ситуация. Тогда боролись биполярный мир, под каждой стороной стояло определенное количество флагов, полмира, грубо говоря, под одними флагами, полмира под другими. Теперь все по-другому. Первое. Когда отравили радиоактивным веществом Литвиненко, Литвиненко еще не был британским гражданином на тот момент. А здесь убийство с применением яда, которые, безусловно, отнесли только к действиям российских спецслужб. Но Российская Федерация уже сказала, что это не они. Ну, тут же в сети уже выбросили интервью с одними создателями этого вещества, работавшими в знаменитой засекреченной лаборатории. В Узбекистане. Да. Вообще, это давняя практика проверять действия отравляющих веществ и любых видов химического и биологического оружия не в центральных регионах, не в столицах, не в крупных городах, а где-то далеко на периферии, где и так люди регулярно умирают. Очень удобно. Где и так очень плохая санитария, где и так регулярные вспышки болезней. Там всегда можно проверить очередной вид оружия биологического, химического. Под видом очередной вспышки болезней никто ничего не докажет. Кроме того, там такие расстояния, условия, география, что просто проникнуть туда на те территории каким-то журналистам, расследователям или международным организациям крайне затруднительно. А Россия располагает огромными территориями такими, там можно проверять. Но сейчас отравлен, практически убит создатель, соатор этого вещества утверждает, что практически шансов на выживание нет у отца и у дочери. А если и выживет, то они никогда не будут в состоянии вообще быть адекватными. То есть, грубо говоря, он предрекает им остаться в коме. Британия отреагировала, потому что это британские граждане. Это раз. Во-вторых, обстановка сейчас и так достаточно разогретая в отношениях ряда стран. Кстати, выступила лично премьер-министр, в случае с Литвиненко такого не было. Гораздо больше дипломатов еще выслали из Соединенных Штатов. Ну, в Соединенных Штатах это страна, где ни один беглый шпион или ни один перебежчик еще не настигла рука, карающая рука правосудия ни одной страны, в том числе и России. Был знаменитый угон МиГа-25 с советским летчиком Беленко. И как они пытались добраться до него тогда в тот период, практически ничего не получилось. В данном случае здесь еще больше ухудшить отношения, чем сегодня. Намного, ненамного будут они ухудшены. Последствия частичного замораживания дипломатических отношений будут с точки зрения политики правильными и логичными. С точки зрения экономики они будут не очень удобными для обеих сторон. Потому что там играет роль всегда интересы крупных корпораций, которые всегда имеют своих лоббистов среди высших эшелонов власти. Всегда утихнет шум, уляжется эта волна, пройдет время, общественное внимание переключится на очередные другие какие-то либо теракты, либо крупные стихийные бедствия, которые запросто можно сегодня организовать силами геофизического оружия. Легко и свободно можно где-нибудь очередные ураганы или ливни сделать. То есть опять же мы сходимся к такому неудешительному мнению, что в принципе даже этот скандал не приведет к каким-то серьезным геополитическим последствиям. И что все вернется на круги своя, да? С одной стороны, да, но знаете, как капля по капле как бы камень точит. Мы сейчас говорим о том, что Россия категорически отрицает любую причастность к данным спецоперациям, но на самом деле с каждым днем Россия все меньше и меньше верит. Потому что точно так же мы помним о том, что зеленые человечки в Крыму это были не российские военнослужащие, а потом Путин признал, что это были российские военнослужащие. Точно так же Россия говорит, что ее военнослужащих нет на территории Донбасса, а мы знаем, что они там есть. Точно так же и по Сирии было куча моментов и так далее, и так далее, и так далее. То есть Россия планомерно врет, и к счастью, возможно, многие наши международные западные партнеры начинают понимать, что действительно это заявление России имеет мало что общего с действительностью. Тем более на фоне того, когда Россия пытается всячески вмешиваться в внутренние процессы европейских стран путем поддержки праворадикальных организаций, правых партий, путем вмешательства в референдумы, в Brexit, вмешательства даже в выборы США. То есть мы видим такую жесткую агрессивную политику, и европейские страны начинают понимать, что Россия, она не просто вводит с Украиной и еще какими-то странами, а что Россия реально пытается угрожать даже им. Спасибо вам за... Да, кратенько, буквально подводим уже. Кратенько, мы будем понимать, что они-то высылают не просто дипломатов, западные страны высылают разведчиков, двух резидентур, ФСБ и ГРУ, которые работают под прикрытием диппаспортов. Они прекрасно, легко всегда вычисляют, кто есть ху, кто есть чистый дипломат, кто есть разведчик-дипломат, и высылают разведчиков-дипломатов. Из британских дипломатов они заблаговременно убрали, вообще говоря, своих активных. Выслали тех, кто и так, чей высылка ничего существенного не дает, по сути дела. То есть адекватного эффекта у них не получится. Наоборот, получится эффект, скорее, создания себе дополнительных неудобств в чем-то. Потому сегодняшняя ситуация еще будет иметь некое развитие. Но в чем и как она будет иметь, мы все скоро увидим. Скорее всего, частично негатив будет сглажен. Британия же одна из тех стран в мире, кто решительно всегда защищает свои интересы. Были случаи еще в советское время, когда они в полном составе высылали всех дипломатов из советского посольства в Лондоне. Ну, какие последствия? Всех, кого они определили как разведдеятельностью, без скидок на то, что вышлют их. То есть они заранее готовы к таким действиям. И прежде чем выставить иностранных шпионов, убирают оттуда, отзывают своих. Ну, какие последствия будут в этот раз, думаю, увидим в ближайшее время. У нас был объявлен интерактив, как изменить трагедия в Кемерово, отношение россиян к власти. Было два варианта ответов. Ухудшит и ничего не изменит. За вариант ухудшит проголосовало у нас 25% и 75% смотрящих эфир считают, что ничего не изменит. Что ж, спасибо, что пришли к нам в студию. Ярослав Католик, политический эксперт, и Сергей Васильев были гостями лайв-студии. Прямо сейчас на седьмом время мировых новостей. Не переключайтесь, будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!